скажите пожалуйста хорошо ли видно хорошо ли слышно поставьте плюсики если связь хорошая спасибо так пишет что некоторые пишут что не слышно не или не видно тихо очень или что вы имеете ввиду или связь плохая еще очень интересно кто присоединился напишите пожалуйста вы родители специалисты если дату в какой области может быть это бабушка или дедушка тоже присоединились для того чтобы понять что делать с внуками как помочь родителям справиться с детьми информация будет очень полезно и если это вы родители напишите сколько лет вашим детям в примерах буду больше ориентироваться на тот возраст который вас интересует хотя конечно наша цель это прежде всего школьники и немножечко затронем дошкольный возраст на скорее это будет старше дошкольный возраст а 9 лет ребенку 10 любимые школьники четыре года как раз тот хороший возраст когда еще можно многое изменить в большей степени 11 10 8 12 лет 7 лет у нас будет и дошкольники да и как раз младший школьный возраст немножко подростках тоже поговорим это очень важно мне кажется это очень интересный возраст подростковой что будем начинать уже час дня меня зовут йорченко галина я нейропсихолог клинический психолог педагог психолог специализируясь на коррекции трудности в обучении и на профилактике этих трудностей то есть это непосредственно работа по профилактике с детьми дошкольного возраста и уже по коррекции мы говорим о младшем школьном возрасте и подростках тема у нас сегодня очень хорошая очень полезная капризы лень или особенности в обучении всегда когда мы помогаем своим детям мы хотим понять что с ними происходит и только поняв что на самом деле происходит с ребенком мы уже понимаем как именно можно ему помочь с какой стороны лучше зайти каким специалистом обратиться такие особенности да и такие эмоциональные проявления как капризы и как лень они конечно могут усложнять процесс обучения могут влиять на него и и конечно когда родители затрагивают очень много сил очень много энергии и когда в ответ получают например многочисленные капризы да не желание отсутствие мотивации это огорчает иногда у родителей бывает теряется мотивация не будем пугаться я вижу продолжаете писать сколько лет я буду на все обязательно обращать внимание пишите сразу вопросы если есть я буду стараться отвечать по мере возможности на все ваши вопросы обязательно все отмечайте предлагаю вам начать вот с чего как вы сами считаете у ваших детей вот трудности в обучении все-таки с чем связаны это в большей степени капризы лень или все-таки есть какие-то факторы дополнительные которые мешают ей ребенку действительно сложно учиться ответа правильного нет на этот вопрос ответ может быть только такой как вы чувствуете да только вы знаете своего ребенка настолько хорошо чтобы ответить на этот вопрос но это очень важно напишите пожалуйста вот как вы считаете все-таки это капризы лень или какие-то трудности с обучением связаны с другими факторами хочу сказать что на пока вы напишите да очень часто на диагностике родители начинают с того что говорят ребенок совершенно не способны он не может на старается на не может либо наоборот часто бывает что говорят ребенок очень ленивый вот что нам делать то есть запрос как раз часто совершенно противоположный концентрация внимания мотивация долго не может сидеть задним предметом страх допустить ошибку пять лет нежелание учиться трудности связанные с особенностями да трудно Екатерина тоже считает тяжело концентрировать внимание на заданиях нет усидчивости все-таки большинство из вас отмечает что детям трудно да но и нежелание бывает тоже у детей быстрая потеря интереса интерес мы тоже часто теряем быстро когда нам либо что-то ну совершенно не интересно да но не касается нас либо нам это сложно и этот вариант бывает намного чаще когда нам сложно мы теряем интересы так как мы взрослые мы можем легче управлять этим моментом и просто уходим от таких ситуаций концентрация внимания то есть такие объективные до причины давайте начнем наш разговор с капризов что вообще такое капризы из-за чего они возникают вообще капризы возникают конечно еще в дошкольном возрасте для детей это очень удобный способ очень удобный способ научиться управлять другими да это такая такое своеобразное манипулирование можно и добиться желаемого и в то же время можно отстоять какую-то свою точку зрения и посопротивляться не делать так как говорят взрослые чаще всего капризы уходят в дошкольном возрасте да и остаются там когда ребенок идет в школу все намного уже легче родители хоть и видят капризы но в меньшей степени бывают и другие ситуации бывают ситуации когда вот такой способ манипулирования он закрепляется и ребенку достаточно удобно этим пользоваться да вот есть такой фактор закрепляется от него очень тяжело уйти и здесь может подключаться конечно подключаться все чаще и чаще истерики это непростая ситуация когда у ребенка истерики если мы говорим о дошкольном возрасте то что здесь важно помнить если вы находитесь в коллективе людей где например вот проходит мероприятие это какой-то кружок может быть вы на спектакле находитесь мультфильм в кинотеатр пошли смотреть конечно лучше выйти с ребенком чем больше зрителей вокруг тем интереснее ребенку устроить истерику с другой стороны если вы на детской площадке вы в магазине либо просто вокруг вас много людей а вы можете не уходить самая главная задача работать с собой перестать бояться оценки окружающих и того что скажут другие ах какой невоспитанный ребенок ах как мама совершенно не научилась не научила свою ребенку управлять там эмоциями и так далее не важно что говорят другие вы знаете своего ребенка и вы знаете почему в данный момент ребенок капризничает причин бывает очень много поэтому самое главное сохранять внутри себя спокойствие сконцентрироваться на ребенке понять что с ним происходит и принимать решение а другим разрешаем иметь свою точку зрения абсолютно любую это право каждого человека иметь свою точку зрения ребенок не может сосредоточиться лень тоже есть да действительно лень это важный момент и мы поговорим тоже о лене неприятны всегда истерики истерики обычно это громко все да так эмоционально происходит но наша задача научить ребенка справляться с этими эмоциями если самим не получается то всегда можно обратиться к детскому психологу который подскажет как грамотно это сделать как грамотно родителю самому справиться со своими эмоциями да в данной ситуации и как помочь ребенку обуздать свои эмоции причины бывают совершенно разные и важно в любой ситуации понимать с чем именно связаны эти капризы чаще всего это просто сброс напряжения ребенок может быть просто переутомился вы целый день гуляли он может быть играл с другими детьми было много разных представлений вокруг интересных он просто устал и поэтому начал капризничать и хочу сказать что здесь мы говорим не только о дошкольном возрасте мы можем говорить и о младшем школьном возрасте почему потому что не у всех детей есть способность грамотно обрабатывать информацию поступающей вне возможно у ребенка просто есть нарушение сенсорной интеграции сигналы которые приходят изне например шум который ребенок слышит достаточно долго вокруг музыка люди разговаривают какой-то гул может быть до него кто-то дотрагивался часто ребенок не любит этого вокруг было много людей как-то проходили его задевали он где-то качался может быть катался его кто-то трогал ему это некомфортно слишком много зрительных стимулов например яркого чего-то мигающего ребенок тяжело это воспринимает он не может это грамотно обработать всю эту информацию которая приходит из нее и тоже может из этого начать капризничать это очень важно понимать естественно если ребенку неудобно у него неудобная одежда я очень часто вижу в магазинах особенно в зимнее время в магазине тепло достаточно тепло а маленькие дети очень тепло одеты родители не снимает с них шапки шарфы куртки теплые и так путешествуют по магазину переходя из одного в другой конечно детям жарко они начинают капризничать это очень важно всегда следите за температурным режимом когда ребенок маленький вы можете ориентироваться просто по себе если вам жарко следите за тем как чувствовать себя ребенок если ребенку некомфортно например ребенок не любит находиться там где очень много шума ему тоже может быть из этого некомфортно и он может капризничать из-за этого следующий момент на занятиях например дети могут начать капризничать да и не только на занятиях у специалистов но и на занятиях в школе учителя могут не всегда понимать с чем это связано кажется ребенок просто балуется но на самом деле из-за того что у ребенка конфликты например у него есть сложности в взаимоотношениях со сверстниками может быть с учителем либо достаточно сложная ситуация напряженная на данный момент в семье может быть есть какие-то ссоры конфликты между членами семьи вот это все состояние оно тоже может требовать сброса напряжения и ребенок выдает это через капризы это не всегда понятно почему потому что ну например на занятиях у логопеда и нейропсихолога мы не задаем вопросы о семье мы работаем с другими параметрами это на консультации у детского психолога больше идет речь о семейных взаимоотношениях и так далее точно так же на уроках не обсуждаются эти вопросы и учителя могут не понимать что происходит с ребенком но ситуация когда ребенок плохо себя чувствует физически из-за этого капризничает это есть и у самых маленьких детей и бывает у ребят постарше особенно если какое-то заболевание есть хроническое соматическое хроническое заболевание это тоже может вызывать такие особенности поведения влияет конечно и стиль воспитания если ребенку все разрешать придерживаться такого стиля воспитания что все можно нельзя ограничивать детей например до 7 или до 11 лет а потом мы будем воспитывать это просто может привести к тому что ребенок привыкает манипулировать окружающими у него совершенно нет рамок на диагностике это тоже может быть сразу видно ребенок не прислушивается никому он совершенно не соблюдает дистанции ему это неинтересно но тут есть грань и мы поговорим о ней чуть позже когда ребенок не может удерживать эти рамки и здесь можно очень много воспитывать но тем не менее ребенку это тяжело будет даваться и с другой стороны когда вот такой есть попустительский стиль воспитания ребенку все разрешено и он даже не пытается ему неинтересно если ему говоришь нет им это неинтересно он не реагирует и делает то что хочет дальше и наоборот если слишком авторитарный стиль воспитания слишком много запретов у ребенка слишком много ограничений может пойти бунт или протест первый такой протест конечно идет во время кризиса до трех летнего когда ребенок говорит все сам он бунтует это очень интересно у деток у которых есть задержка речевого развития ребенку уже три года он еще не говорит вот таких капризов очень много часто бывает да у них как бы чаще эти капризы они не могут выразить словами то что они хотят и они часто проверяют это эмоциями через эмоции но в то же время и младшие школьники могут бунтовать ну и конечно наши любимые подростки тоже достаточно много могут капризничать проявлять тем самым несогласие с тем что в их жизни достаточно много ограничений особое внимание обратите если у ребенка есть какие-то неврологические заболевания капризы могут быть причиной чего-то серьезного да и здесь необходима консультация невролога который поможет грамотно определиться с причиной возникновения вот такой вот поведенческой реакции и с тем что сделать дальше это очень важно и нельзя это выпускать про обучение у нас сегодня тема про то лень капризы или это на самом деле трудности действительно какие то есть в обучении с чем связано наша задача научиться определять поэтому про обучение мы тоже будем говорить скажите пожалуйста видели вы когда-нибудь детей может быть до года или до двух ленивых вот если вы видели в своей жизни ленивого ребенка ставьте плюс ну если нет то тоже минус тоже интересно вот как нам понять нет не видела екатерина вообще и интересное отношение к лене у людей если мы почитаем сказки не всегда лень так уж плоха и достаточно положительно складывается судьба таких людей до ленивости лежал лежал имели на печи например не видели вы знаете я тоже не видела мне приятно что наши с вами точки зрения совпадать действительно дети ленивыми не бывает детям бывает просто что-то очень сложно но родители могут говорить например мой ребенок на площадке совершенно не играя с другими детьми он такой ленивый поддерживают нас что нет детей в таком возрасте ленивых мой ребенок совершенно не хочет рисовать он такой ленивый он не хочет играть с мячом даже не знаю что делать а ведь есть причина никогда дети просто так не сидят на площадке либо ребенок может быть просто сам по себе флегматик достаточно такой спокойный недлительный это такая его особенность это просто надо принять особенности его нервной системы либо ребенок боится например когда много детей ему страшно подбежать в компанию он боится когда летит мяч он не успевает среагировать на то что происходит вокруг и вот от этого страха он тоже может просто сидеть иногда бы если была чрезмерная гиперопека я не говорю здесь ни в коем случае с осуждением потому что ситуация бывает разная иногда дети очень сильно болеют и родители очень переживают это ограждают но этот компонент может закрепиться у детей и они тоже могут сидеть возле мамы как бы понимая что вот здесь спокойно здесь комфортно а там опасный мир страшный и стоит ли туда идти неизвестно как бы это тоже может сказаться лень это всегда сигнал о чем-то лень никогда не появляется в нашей жизни просто так если говорить о занятиях то хочу сказать что чаще всего на занятиях проявляют как бы лень нежелание что-то делать те дети у которых истощение если после школы ребенок только по обедам сразу же идет на занятия и приходит домой после восьми вечера там к девяти естественно он истощается а это длится изо дня в день и например такой ребенок приходит на диагностику в феврале и мы начинаем работать и еще до и занятия по нейрокоррекции естественно он приходит у него просто нет сил он ложится и лежит хочу сказать что таких ситуаций достаточно много и здесь очень важно и очень здорово когда родители соглашаются с тем чтобы что-то сократить соглашается прислушаться к тому что у ребенка есть определенные особенности например для него вообще характерное истощение быстрое истощение да и оставляют самые необходимые самые важные занятия это уже вопрос приоритета да и того что для вас более важно исходя из этого вы уже выбираете что именно оставлять тем не менее если у ребенка чрезмерная нагрузка у него хуже будут оценки в школе ему будет сложнее справляться совсем даже наверное здесь дело не в оценках в том что просто ребенку все будет тяжелее даваться и он хуже будет все усваивать эти дети могут приходить домой тоже стараться полежать ничего не делать интересная история когда дети приходят девяти часам домой они хотят попереписываться со сверстниками подростки и хотят просто полежать на кровати а родители говорят а что-то вот ленивый ты какой-то у меня и потом приходят тоже жалуются логопеду нейропсихологу что у нас ленивый ребенок не хочет ничего делать а у детей должно оставаться время на себя у нас у всех должно оставаться хотя бы немного времени побыть наедине с собой а если мы говорим о маленьких детях естественно им хочется поиграться для подростков общение со сверстниками это ведущий такой вид деятельности для них это важно они учатся понимать себя находить свою роль во взаимоотношениях с другими находить просто свое место в этой жизни для них это очень важно конечно играет большую роль и гормональная перестройка если даже себя вспомните в подростковом возрасте часто хочется спать часто хочется ничего не делать да это такой возраст когда очень сладко спится до двенадцати или двух часов и я честно говоря не замечала у себя других таких возрастных особенностей как бы в другом возрасте чтоб не хотелось так спать а в том возрасте действительно просто есть потребность в этом очень много сил уходит на перестройку бывают и другие ситуации если ребенок дошкольном возрасте хотел очень много чего-то сделать да достичь он хотел туда поползти туда полезть а может быть было опасно он хотел экспериментировать что-то пробовать а постоянно слышал это опасно не стоит этого делать посиди лучше отдохни немножечко что ты так много ползаешь говорит бабушка ребенку которому семь месяцев отдохни ты устанешь эти дети могут просто привыкнуть да к тому что не надо ничего делать ты не получишь одобрение а наоборот тебя за это еще и отругает какой смысл тогда начинать что-то новое делать если ребенка заставляет ему говорят он тогда включается эти дети так и говорят на занятиях я буду заниматься но только если вы будете на меня постоянно кричать или вы будете меня заставлять я говорю так мы работать точно не будем да это подростка уже 15 лет и естественно не кричать не заставлять я не буду у ребенка должна быть мотивация для того чтобы у нас были какие-то результаты чтобы мы хотя бы немного сдвинулись вперед если у него не будет даже этой мотивации мы ничего не достигнем не все дети хотят брать на себя ответственность даже некоторые взрослые говорят а зачем мне что-то предлагать если потом мне это надо делать дети тоже самое они не всегда хотят включаться зачем я потом должен за это отвечать я должен какой-то выдать результат проще ничего не начинать делать абсолютно бывают такие ситуации когда родители работают допоздна это сейчас очень распространенные ситуации да и нет режима дня семье это очень сложно сделать в силу того просто как работают родители и ребенка просто нет привычки да он большая часть времени один дома или с бабушкой находится у него нет привычки что он должен прийти например сесть начать что-то делать у него хаос в течение дня в этом случае конечно это тоже выглядит как лень но ребенок просто не может это организовать у него нет такой привычки еще один важный момент опять-таки вернемся к деткам флегматикам да или просто к медлительным детям иногда родители вообще все родители у всех родителей есть какие-то ожидания от своих детей это абсолютно нормально у нас вообще всегда есть ожидания по отношению к другим людям ну не всегда конечно все так и бывает как мы хотим то же самое с детьми например очень активная мама энергичная по натуре своей холерик или сангвинник такая очень эмоциональная у нее все горит в руках она все успевает и тут у нее ребенок флегматик очень спокойный очень медлительный конечно он не соответствует ожидания мамы почему он такой она пытается его как-то активизировать сделать так чтобы он быстрее быстрее что-то дел а это не получается не выходит ничего да и здесь просто вопрос того что ребенок не соответствует с родительским ожиданием и о никакой линии речи не идет дети вообще очень любят сидеть сейчас за телефонами или планшетами они играют в компьютерные игры когда дети играют в эти игры там очень много движения очень много чего-то мелькает такого они как бы пробуждаются у них они находятся в это время в тонусе им комфортно это состояние тем не менее если ребенок у нас устает мы не даем ему такой способ восполнение энергии найди себе любой способ почитай порисую выбери что-нибудь другое всегда должны быть строгие ограничения по играм дети привыкают таким образом тоже такая небольшая самостимуляция идет они привыкают таким образом включаться потом да просто себя включать в режим рабочие это конечно ложный способ иногда когда мы видим лень а до сих пор этой линии не было и не никто не наблюдал вдруг она появилась с чем это может быть связано это может быть просто агрессия только пассивная агрессия например семье не принято выражать свое недовольство или бунтовать сильно родители четко говорят у нас должно быть это 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 ребенку некомфортно например и он может через вот такую лень протестовать но она такая мягкая и не сразу понимая что это такая детская агрессия ну каждый из нас подстраивается к ситуации ищет способ для выхода когда у нас накапливается негативные эмоции мы всегда ищем способ как бы сбросить их потому что это очень некомфортно и конечно в этом случае всегда лучше когда ребенок сбрасывает этого вне он может например проговорить у вас есть привычка дома такая проговаривать он не держит это в себе потому что конечно пассивная агрессия самоагрессия это не очень хорошо для здоровья ребенка бывают еще другие ситуации связанные с депрессией например ребенок ходит на занятия ходит в школу все хорошо он занимается но в какой-то момент оценки становятся хуже учителя отмечают что ребенка все чаще нет на занятиях что-то происходит а разленился совсем много играет у него друзья как бы надо ограничить будьте в таких ситуациях внимательны если до сих пор не было никаких таких симптомов указывающих на то что что-то не так с ребенком вроде бы было все хорошо и тут резко произошли перемены например потеря аппетита у ребенка перестал общаться со сверстниками замкнулся смотрит какие-то страницы в интернете какую-то информацию читает который раньше он не интересовался то есть какие-то вкусовые предпочтения у него изменились он меньше стал с вами разговаривать обратите внимание очень часто бывает просто депрессия и у детей и у подростков и в таких случаях дети часто вроде бы все делают и кажется что и вроде бы проблемы нет он же все делает но как-то он просто невнимателен не собран никуда он не хочет идти хочется ему полежать отдохнуть родители даже иногда думают что ребенок просто заболел но детскую депрессию подростковую нельзя просто так обойти стороной да или пропустить здесь обязательно нужна консультация детского психолога при необходимости детского психиатра нельзя это оставить просто так это очень серьезно не пропустите это вообще дети часто боятся не соответствовать ожиданиям родителей иногда вы знаете выгодно быть ленивым и капризным чем таким про которого скажет да он не способен ни на что да он не может достичь а вот я в его возрасте поэтому иногда лени и капризы могут быть просто защитной реакцией детей и разобраться в этом конечно поможет с одной стороны нейропсихологическая диагностика которая покажет действительно из-за чего возникли трудности в обучении если там какая-то физиологическая подоплека либо все-таки это эмоциональные какие-то поведенческие трудности и стоит обратиться к детскому психологу и давайте поговорим о факторах который еще влияет на процесс обучения прежде что это мотивационный компонент и мне кажется что это один из самых сложных таких компонентов потому что даже если мы себя вспомним в школе что мы чаще всего говорили большинство из нас а зачем нам так много предметов мы все равно не будем например физиками или астрономами ну девочки так часто говорили вокруг меня кто особенно задачи не умел решать зачем нам это все надо зачем вообще учиться и дворниками все дружно друг друга пугали не будешь учиться будешь дворником но легко ли действительно замотивировать ребенка чтобы ему хотелось учиться легко ли это сделать я думаю что не очень легко если в семье есть может быть небольшая такая культура обучение все любят читать что-то изучать это может стимулировать детей но тоже не каждого нет такого как бы рецепта который помог бы абсолютно всем детям и здесь только как каждый родитель иногда прибегая помощи даже детского психолога может найти что-то свое какой-то свой ключ подобрать чтобы заинтересовать ребенка конечно на определенном этапе мотивация может быть очень высокая особенно на начальном постепенно когда ребенок понимает что надо трудиться надо много сил вкладывать но проще же ничего не делать естественно таким образом мы сколько энергии внутри себя сэкономим вот а у людей есть такая потребность экономить энергию на приятные вещи мы ее оставляем на то что нам не хочется мы стараемся на том сэкономить но здесь все-таки каждый сам ищет и родители помогают естественно в том чтобы найти мотивацию за границей часто они уже в младших классах знают что надо хорошо учиться потому что это повлияет на то куда ты поступишь когда вырастешь у них другая мотивация у нас такого нет момента поэтому просто разговариваем с детьми находим что-то для них важное и ищем для них этот ключик важен социально-педагогический аспект конечно важна среда в которой растет ребенок если было слишком много раннего разметия чрезмерного упора на чтение письмо в раннем возрасте да это могло простимулировать левая по ушаре логическое и правая просто не добрала то что ему надо и мы тоже можем увидеть определенные трудности если просто не было возможности времени заниматься с детьми здесь может быть небольшая педагогическая запущенность ситуация может быть очень много я предлагаю сразу перейти к ней психологическому компоненту знаменитых три блока мозга апаурии скажите пожалуйста слышно ли да слышно это пишет про интернет что нестабильное подключение спасибо большое и что нам важно смотрите во время нейропсихологической диагностики мы должны изучить несколько важных моментов если мы говорим о первом блоке мозга мы говорим о блоке энергетическом да в прямом смысле это наша такая подпитка и ее должно быть много для того чтобы вся кора головного мозга хорошо работала функционировала если например вы смотрите интересный фильм вы не чувствуете себя уставшими он стимулирует через интерес если вы смеетесь например вы работали работали немножко устали и кто-то вас рассмешил вы посмеялись вам стало весело и тоже вы проснулись и как-то чувствуете себя больше сил вот этот блок очень для нас важен в чем мы видим трудности если есть несформированность незрелость первого блока мозга эти дети часто устают очень быстро естественно они устают не в тех ситуациях которые перечислила когда наоборот нам интересно когда надо включить такой произвольность я не хочу это делать но мне это надо взрослые люди тоже могут таким образом себя проверить я не хочу это делать задание на работе но мне это надо да и как быстро вы истощаетесь надо ли вам чередовать нагрузку и отдых у кого-то очень много энергии он успевает рано утром встать очень многое сделать дома поехать на работу вернуться с работы еще погулять где-то ему хватает энергии а кто-то приходит и ему надо просто отдохнуть и здесь мы с вами взрослые люди уже понимаем что нам надо даже не зная не владея информацией о том какой-то блок мозга мы просто понимаем что нам надо отдохнуть дети этого не понимают если через один или два урока у них наступает истощение они просто начинают считать вором вокруг они начинают о чем-то думать они начинают что-то рисовать на полях тетради они просто устают про этих детей тоже часто говорят учителя ребенок ленивый ничего не хочет а он не ленивый он просто отключается потому что ему не хватает энергии для того чтобы удерживать внимание или может быть он где-то слышит учителя но в это время взгляд его падает например на ветку которая за окном ветка дерева на не птичка сидит это намного интереснее что как мы еще можем понять если мы говорим о совсем маленьких детях то здесь есть нарушения до до года нарушение чередования режима дня эти дети могут вообще перепутать день и ночь эти дети больше капризничают других они часто громко плачут у них есть наблюдается либо гипертонус либо гипотонус то есть все вот эти моменты они уже нам подсказывают о том что есть незрелость первого блока мозга и мы просто как должны поддерживать детей рекомендация очень банальная но тем не менее всегда должен быть режим дня обязательно занятия спортом доступные те которые врач разрешает то есть если нет противопоказаний это не обязательно профессиональный спорт это может быть какие-то занятия это могут быть танцы что угодно но важно чтобы ребенку нравилось это очень важно чтобы он не просто шел как на каторгу а он получал от этого удовольствие обязательно прогулки на свежем воздухе и если все эти параметры есть ребенку намного легче если вот эти все особенности не соблюдается ребенок больше искащается еще если даже мы поговорим с вами о взрослых людях если люди переживают очень сильно если испытывают постоянно тревогу независимо от того какая причина они тоже быстрее устали да это очень выматывает забирает силы дети тоже самое если есть какие-то дома трудности либо сложности в взаимоотношениях с одноклассниками а вот он ребенок выспался позанимался спортом да там пришел свеженький бодренький но тем не менее его нет в классе потому что он сосредоточен в своих эмоциях это тоже очень важно если мы говорим о втором блоке мозга что нам здесь очень важно здесь конечно мы смотрим изучаем слуховую сферу но мы будем с вами говорить о тех ситуациях когда и слух и зрение сохранны в этом случае ребенок должен услышать хорошо учителя да вот он должен быть в тонусе он пришел в школу он в тонусе он настроен на работу и здесь важно нам хорошо ли и правильно ли он слышит как развит у него фонематический слух если он неправильно услышит то что было сказано он может неправильно написать вот у нас уже характерные ошибки появятся да фонематические очень важно как обрабатывать зрительную информацию ребенок он смотрит на что-то и он видит по-своему знаете так интересно вот у нас стандартные диагностические материалы и каждый раз глядя на один и тот же лист я слышу совершенно разные истории и иногда не настолько неправдоподобные что просто интересно как мозг мог так обработать информацию тем не менее это очень важно ребенок смотрящий на книгу ребенок который что-то записывает тетрадь он должен видеть картинку целостно если нет целостного видения если у ребенка есть сложности с пространственным ориентированием это может быть не только касаться его тела как он ориентируется вокруг себя но это связано со зрительно-пространственным восприятием листа если здесь есть трудности тоже у нас возникнут ошибки это могут и буквы прыгать по строчкам может не закрепляться образ букв и так далее буквы могут путать когда буквы похожи между собой по написанию тоже может появиться для нас это очень важно очень важно как ребенок понимает себя свое тело правильно ли он испытывает ощущение верно ли да он обрабатывает информацию которая исходит из них ведь для того чтобы управлять ручкой надо хорошо чувствовать и свои пальчики и кисти и свое тело и для этого надо понимать с какой силой нажимать на ручку или карандаш вот эти все параметры они для нас очень важны мы все это детально изучаем часто бывает что проходит серия диагностика я понимаю что ребята которые приходят у них схожие трудности настолько как будто все договорились между собой но действительно если есть трудности с восприятием пространства это скажется в тетради это скажется при чтении это не может пройти просто так поэтому конечно ребята которые приходят к нам здесь лекси из дисграфии у них часто бывают очень схожие симптомы если мы говорим о третьем блоке программирование регуляции контроля что нам здесь важно понимать мне нравятся всегда примеры про еду если кто-то хочет что-то приготовить или испечь особенно здесь очень важно поставить себе цель простроить программу удержать эту программу независимо от того отвлекает вас кто-то или не отвлекает зазвонил телефон ребенок заплакал какие-то мысли другие прилетели к вам в голову вы должны это удержать это очень важно если не получается что-то с едой неприятно но терпим в школе это совсем по-другому если ты не можешь справиться с теми задачами и большим количеством программ которые тебе дали это сразу видно при чтении это видно на письме ребенок начинает привыкать к тому что не получается да и мы можем увидеть либо капризы либо лень он не справляется а выглядит это так же как просто обыкновенный каприз и вот здесь важно действительно разобраться это капризы это привычка манипулировать либо это действительно не получается у ребенка ему нужна помощь конечно нам важно чтобы ребенок удерживал внимание был сосредоточен важно наше письмо чтение это серийная такая деятельность если вы посмотрите понаблюдаете за тем как вы сами пишите или вспомните то это серийное движение руками которые надо выполнять и здесь тоже нам важно переключение с одного движения на другого поэтому мы следуем абсолютно со всех сторон еще есть такой момент о котором я уже говорила сенсорная интеграция мы смотрим насколько хорошо развить вестибулярный аппарат насколько хорошо чувствует свою тему понимает управляет изучаем полностью со всех сторон потому что если ребенку тяжело держать свою спину да и он не может это сделать во время урока если у него например есть еще содружественные движения симкинезии вы знаете некоторые дети когда пишут у них всегда язык выходит погулять да наружу не должно быть это если ребенок пишет и при этом машет ногой это тоже дополнительное движение которое совершенно не нужно в то время когда ребенок начинает писать и если например вот такие симкинезии содружественные движения возникают на начальном этапе это нормально и взрослый человек когда начинает что-то делать новое какое-то дело может подключать какие-то ненужные движения например вы решите покататься на роликах у вас будет все тело ходить ходуном и вы будете пробовать что-то сделать постепенно у вас начнут двигаться только те мышцы которые должны двигаться для того чтобы выполнять это действие и вы будете меньше уставать то же самое с детьми когда у них слишком много энергии уходят вот так зря на дополнительные движения они быстрее просто устают а нам важно это все удерживать как работать с этим с отвлечением внимания распорядок дня понятно но часто отвлекается попить поесть в туалет смотрите если мы говорим о распорядке дня мы не говорят не говорим о том чтобы прописать досконально каждую минуту ребенок просто понимает что он приходит со школы например и вы решаете он сейчас съест например обедает потом он немного отдыхает а потом он садится за уроки либо у вас какой-то другой порядок может быть вы его эти ребенка на какие-то дополнительные занятия просто он должен привык к тому что вот есть вот эта последовательность если ребенок очень сильно отвлекается то здесь надо разобраться с чем это связано иногда мы просто говорим о том что у ребенка недостаточный компонент недостаточно регуляторный компонент он не может поставить себе цель удержать всю эту программу куда простроит удержать ее все и как бы проконтролировать и оценить правильно ли я все сделал это один вопрос этим занимается нейропсихолог но иногда нам нужна помощь невролога и помощь невролога нужна довольно часто бывает во время диагностики как бы мы смотрим стоит обратиться к неврологу или нет такой необходимости часто бывает ситуации когда у детей нарушен венозный приток или отток но чаще бывает отток но это конечно консультация невролога не буду говорить больше потому что у некоторых детей есть эти трудности у некоторых нет если есть физиологическая причина например как нарушение венозного оттока конечно ее надо устранить и на этом фоне это делается с помощью лекарств на этом фоне нейропсихологу в дальнейшем логопеду намного легче работать намного легче достичь результаты это очень важно если нет таких трудностей значит это просто работает нейропсихолог учит ребенка ставит цель удерживать программы контролировать себя вы можете договориться с ребенком что вот у вас есть сейчас время на выполнение домашнего задания если он хочет сходить в туалет или попить он может это сделать все у вас начинается занятие и полчаса он может выдержать да если он только что сходил в туалет или попил он может продержаться хотя водяна может быть на столе то есть вы ограничиваете и если не получается сразу сделать например это час ориентируйтесь на меньшую количество 15 минут там 16-17 добавляйте понемножку каждый раз отвлекайте его от этой потребности куда-то уйти чтоб он привык быть на месте конечно здесь нужно еще дополнить на работу дополнительные занятия сам не садиться никогда за уроки 6 класс будет приходится с ним садиться ну 6 класс это как раз такой возраст уже подростковый и здесь надо понимать как изначально как бы шла подготовка вообще выполнение домашних заданий с чего начинали чтобы понять это надо знать хорошо ситуацию ну и здесь может быть что у ребенка нет мотивации да не хочется это делать ему лень лучше он пойдет поиграть как бы он просто не хочет брать на себя эту ответственность а с другой стороны ему очень удобно на слобные доли отвечает за то что мы можем управлять своим поведением ставить цели достигать регуляторный компонент а зачем это сделать если рядом будет сидеть мама которая прекрасно с этим справляется давайте больше нагрузки по дому какие-то простые дела не обязательно что-то тяжелое сложное так что проплясосите вытитете вытереть пыль или помыть посуду но чтобы это было постоянно закреплена закреплено за ним дело он за это отвечает он должен привыкать брать на себя ответственность и то же самое с уроками Иа садится и понемногу вы может вот где-то находитесь рядом но он сам это делает изначально конечно легче когда ребенок вслух проговаривают да и всего будет находиться рядом он вслух будет проговаривать это будет такая поддержка постепенно чтобы он сам к этому переходил но тут надо смотреть все таки на самом деле с чем это связано до нужна диагностика а язык это наша тема на можете сами сети рисовать надо как-то корректировать язык если постоянно до энергии много тратит если это новое дело какое-то и только подключается язык мы это не трогаем но если мы видим что это часто повторяется конечно надо убирать на занятиях нейропсихолог дает много упражнений когда учат как бы включаться нужным частям тела лишнее в это время как бы давайте на здание просто отдыхать не у всех детей это сразу получается но тем не менее это все уходит может вернуться если это новое дело но как только ребенок привыкает она уходит и редко потом в принципе в будущем появляется просто надо до выбирать это повод у тебя тучу вода действительно зачем брать на себя ответственность если можно ничего не делать можно сказать я ленивый я не способный иногда дети так и говорят да я не способны знаете было очень интересная история мои знакомые коллеги отправили ко мне подростка на диагностику но хочу сказать что это наверное история не про одного конкретного ребенка больше собирательный образ потому что это не один раз было и мне сказали что ребенок не способны ему совершенно ничего не дается я начала проводить нейропсихологическую диагностику раньше никогда не было нейропсихологов и стала замечать что нейропсихолог как-то у меня выключается больше психолог включается это было так интересно я поняла что ребенок может это все делать но он так старательно выполнял задание и также старательно сразу сделать вид что у него ничего не получается это было невероятно интересно то что он не способны верили родители некоторые специалисты которые с ним занимались но время диагностики обозначила ему эту позицию как бы я хорошо понимаю что ты делаешь и затем на занятиях тоже сама все время прослеживалась это плана столько уже стойкая привычка крепкая создавать впечатление что я ничего не могу я не способный и все тем не менее работать пришлось выхода не было а если крутится часто падают ручки тут надо смотреть здесь может быть конкретно какая ситуация если например это гиперактивность у ребенка да эти дети часто крутятся для чего вот они истощаются для того чтобы проснуться да как бы взбодрить себя они начинают крутиться поступают импульсы от тела разных участков тела до ребенок пробуждается и вот он у вас на месте поэтому если для ребенка вот это характерно да если у него есть гиперактивность мы не просим сидеть ровно все равно что-то начнет дергается двигаться будет крутить и так далее и если есть нарушение тоже сенсорной интеграции не всегда хорошо дети чувствуют и понимают свое тело и для того чтобы подтвердить себе что рука или нога на месте но конечно грубый пример они начинают ими двигать сигнал идет как мозг понимает все тело в комплексе все все целое со целостно и все хорошо реально ли правильно инвестировать ребенка онлайн раньше были у нейропсихологов и на курсах нейропсихологии раньше не проводили нейродиагностику онлайн вы знаете и на занятиях и на диагностике онлайн есть если плюсы и минусы раньше даже как там и совсем не занимались занятиями до коррекции онлайн когда ты находишься рядом с ребенком ты можешь потрогать пощупать ты можешь повернуть как тебе надо вот ровно на один миллиметр это очень важно но тем не менее ситуация которая была сейчас одна из карантином да мы перешли на этот уровень было больше времени мне кажется еще это повлияло это же самое на диагностику онлайн больше времени было на то чтобы обдумать проанализировать как это сделать с меньшей потери да это неравнозначное будет диагностика неравнозначное занятие но тем не менее можно много посмотреть и можно сделать достаточно правильные выводы понять что делать дальше а как преподавателям лучше работать с такими подростками которые привыкли создавать иллюзии что ничего не могут один на один получается лучше а если такие дети встречаются в классе то побудить их к работе очень сложно я согласна что в коллективе они могут начинать работать на публику да такие дети могут быть исполнять роль шута который привлекает всеобщее внимание либо наоборот какой-то негативный такой лидер как бы с такими отрицательными постоянными проявлениями да это бывает много сложнее я хочу сказать что с группами работала работала и еще когда в 2003 году начинала с детских садов и преподавала в университете и хочу сказать что и там и там обычно использовал одну и ту же методику назначал их ответственными за все и среди дошкольников срабатывала они переставали капризничать баловаться дает и будоражить весь коллектив это же самое время и со студентами хотя в принципе у меня студенты были все замечательные вот но может быть два случая было как бы два человека но тем не менее когда они получили внимание которые хотели они даже стали лучше учиться но это надо знать ребят это надо знать детей чтобы понять как лучше их замотивировать в коллективе конечно это сложнее бывает мотивировать знаете может быть здесь как-то с психологической стороны говорить постоянно перед тем классом что него получается что у него выходит вот понемногу понемногу с этой стороны начать но что часто эти дети не верят в себя их не поддерживают дома потому что устают от постоянных трудностей в школе им нужна какая-то поддержка дочери 10 лет дислексия дезортрия год занимались логопедом дефектологом письмо чуть-чуть подправили очистение наша головная боль не дочитывает меня это кончание слова слов логопеда и работа сделана сможет ли нам помочь нейропсихолог невролог ну вот как я уже говорила невролог может посмотреть со своей стороны если какие-то неврологические причины какие-то заболевания возможно необходимо подключить лекарства нейропсихолог не назначает лекарства мы психологи мы работаем по-другому мы в какой-то степени тоже живое лекарство но если вот невролог говорит что необходимо то это действительно необходимо мы не можем на это повлиять как например нарушение венозного оттока задача нейропсихолога в данном случае видите вы о чем говорите вы говорите о том что есть регуляторные ошибки при чтении до не дочитывает меняет окончание слова это регуляторная дислексия идет здесь надо работать с тем чтобы ребенок учился вставить простраивать программу удерживать ее оценивать и делать вывод это не быстрая работа что касается то есть вот того что ребенок не дочитывает меняет окончание это эта работа необходима но очень хорошо когда идет параллельная работа нейропсихолога и логопеда тогда результат намного лучше идет потому что дефектологии это немножко другой аспект дефектолог здесь просто нужен логопед хотя может быть просто такая специализация но тем не менее здесь просто нужен логопеда которая работает с темой дислексей дисграфии нейропсихолог просто нейропсихолог со своей стороны активизирует да все мозговой структуры всю мозговую деятельность они логопеда вообще на этом фоне легче работать и мы все это активизируем очень удерживать хотя нейропсихолог тоже работает много с учтением здесь надо знать тоже первопричину смотреть потому что если первопричина у нас первом блоке ребенок очень быстро истощается да у него быстро как бы батарейка садится то в этом случае угадывание может оставаться на протяжении всей жизни просто не в таком количестве подкорковые структуры как который отвечает да вот этот энергетический блок мы можем их активизировать но мы не помогаем им полностью дозреть как бы время уже прошло до полного созревания конечно но возможно здесь снова придется подключить нейропсихолога но после нейропсихолога невролога снова придется подключить логопеда для того чтобы лучше было результат спасибо анастасия какие бывают ситуации вы знаете мне кажется очень опасна ситуация с детскими депрессиями поэтому хочу еще раз на них обратить внимание на занятиях часто не видно что происходит с ребенком мы не понимаем почему так происходит а просто ребенок начинает учить сейчас начинаем больше лежать они стараются прилечь куда нибудь если ребенок старается прилечь вот только начинаете работать с ребенком она старается куда-то прилечь к стеночке там подойти и уж понимаешь это тема сенсорная интеграция если этого не было вдруг ребенок с того не всего на ищет себе какую-то опору куда-то прилечь к другому начинает выполнять задание тоже настораживаешься и уже присматриваешься начинаешь давать вопросы родителям сложность том что нейропсихолог не касается как бы темы семьи да это немножко другая специализация это детский психолог но тем не менее родители часто отвечают на вопросы они прямо работают в команде с нейропсихологом и если уже чувствуешь даешь направление конкретное что нужен срочно детский психолог давайте мы с вами не упустим эту ситуацию иногда бывает ситуация очень остро подключаем даже детского психиатра и это важно нельзя опускать такие моменты спасибо вам пару упражнений для развития лобных долей для развития контроля внимание ну смотрите лобные доли у нас отвечает на то что поддержать какую-то программу если мы берем на самом начальном этапе я достаю любую настольную игру объясняя правила ребенку предлагаю поиграть дети вроде бы усвоили инструкцию да я переспрашиваю все понятно оказывается но тем не менее в ходе игры они совершенно не удерживают правила приходится постоянно им напоминать что сейчас эту карточку надо убрать а вот сейчас должен сказать это слово только потом сделать это действие вот даже самых таких простых играх это уже очень хорошо видно игра есть такая барабашка вы все узнаете там тоже очень хорошо развивается функции регуляторные когда мы удерживаем программы есть очень много таких настольных игр с другой стороны когда даю самую простую программу детям вот сейчас тебе надо бросить мяч стену до стену ты его должен поймать следующий раз ты бросаешь мяч хлопка на хлопаешь ладоши ловишь снова бросаешь он падает ударяется пол ты его ложь а четвертый раз и должен перепрыгнуть казалось бы это очень просто всего лишь четыре действия но дети не запоминают это когда мы были маленькими часто играли с резиночки были мячики вспомните всегда были программы которые надо было удерживать но я часто объясняю родителям там была другая ситуация там же какая мотивация была там были сверстники вокруг мальчишки девчонки и не хотелось быть худшим хотелось быть лучшим всем даже если не получалось сколько мы усилий прилагали для того чтобы хорошо выглядеть перед другим то есть там было такое социальное одобрение это было очень важно для нас мотивация когда вы сами дома занимаетесь ребенком играете с мячом у вас есть резиночки скакалка это может быть совершенно по-другому хотя все вот сейчас варианты которые я перечислила они полезны для развития серийной деятельности потому что и чтение письмо это серийная деятельность поэтому выполнять движение непрерывно это очень важно и у детей редко получается плавно это даже когда прошу детей попрыгать на одной ноге на другой на двух бывает видно что детям просто сложно выполнять такие задания поэтому подключаем любые игры любые игр где есть правило в дома играете и вот тут вы заметите много ли раз вы за игру повторили до инструкцию я не говорю о тех играх которые вы давно играете о чем-то новом как можно в раннем возрасте 45 лет стимулировать развитие произвольного внимания вы знаете даже когда мы выключаем свет берем фонарик и например надо найти под кроватью или там может быть это под стулом спрятанная игрушка и выходите и вот просто вот этот следа вы движете фонариком ребенку ребенок сам даже до управлять этим фонариком он же тоже удерживает произвольно внимание он же сосредотачивается на этом когда мы просто солнечный день берем зеркало и пускай солнечных зайчиков это прямо такие своеобразные глаза двигательные упражнения ребенок должен глазами прослеживать за перемещением этого зайчика то же самое время то тоже тренирует внимание и мы даем просто по возрасту какие-то игры и мы часто просим детей тоже быть ведущими почему это важно и если вы заметили дети вообще не любят быть ведущими до воды никто не хочет быть почему потому что надо контролировать остальных еще ты не так интересно а ведь когда я даю задание ребенку я все контролирую когда ребенок дает мне задание он контролирует меня я здесь очень люблю смеяться потому что вот есть задание когда например если слежу за тем что ребенок правильно выполнял движение да если он этого не делает хлопы в ладоши разные задания наоборот ребенок следит за тем чтобы я правильно выполняла движение в какой-то момент понимаю что вообще не следит я начинаю делать вообще что хочу и естественно в какой-то момент ребенок включается и далеко не все дети понимают там сперк 15-20 секунд что я делаю вообще что угу ну что хочу что я совершенно не следую инструкции то есть этот компонент для них вообще очень сложен ты должен взять на себя роль ведущего из как бы самому то надо все контролировать поэтому всегда меняетесь ролями абсолютно любое задание которое вы даете детям сделать просить их быть ведущими пусть они сами учатся объяснять инструкцию пусть даже это там будет очень-очень просто да там в пять лет он просто объяснит это задание но проговорить это тоже очень важно не каждому ребенку это легко проговорить инструкцию это тоже удержание программы надо все компоненты называть часто дети просто упускают очень многие элементы из инструкции напишите если какие-то еще вопросы бывает ситуация когда дети например в магазине до ребенок уже школьник 7 лет устраивает истерики например хотел что-то спасибо катерина хотела хотел чтобы родители что-то купили а родители не купили да потом бегать носится по магазину казалось бы эта ситуация никакого отношения к учебе не а конечно имеет если ребенок в магазине не может контролировать себя до этого просто зашли какой-то ближайший магазин буквально там на пять-десять минут мы не можем говорить что ребенок истощен и устал да и он так себя ведет то это может похоже как бы симптомы могут проявляться и в школе конечно это могут быть не истерики капризы ребенок может прятаться под стол некоторые дети выходят из класса такие ситуации бывают есть обязательно подключаем смежных специалистов психолога и при необходимости детского психиатра в том случае если у ребенка очень много проявления агрессии жестокости по отношению к себе да к близким животным обязательно тоже подключайте психиатра это очень важно на начальном этапе надо разобраться с этой ситуации чтобы не возникало трудностей ребенок просто сам может не справляться с этой ситуацией поэтому не стоит бояться стоит обратиться за консультацией чтобы у вас была целостная картина разобраться в том что на самом деле происходит тогда будет намного легче понять что делать дальше могу ли я ответить еще на какие-то вопросы напишите если есть вопросы или мы уже будем заканчивать пожалуйста рада если смогла помочь ответить на вопросы и я надеюсь что этот вебинар поможет вам лучше разобраться в том что на самом деле происходит с ребенком относиться иногда терпение к детским капризом бывает нам самим сложно справиться со своими эмоциями особенно когда приходим домой до расслабляемся и вот здесь как раз перестаем контролировать и держать эмоции детям это сложнее дается если видите что ребенку не получается справляться до с капризом не хватает терпения каждый раз старайтесь просто продлить это время как бы чтоб как можно дольше был спокойно давай подождем с тобой давай посмотрим что мы можем сделать не включить его на обсуждение его внутреннего состояния его эмоции и так далее как повысить так какие настольные игры вы рекомендуете 8 лет смотря для чего для развития чего мне тут для развития чего нас вообще очень много разных настольных игр напишите пожалуйста для каких что хотите развивать чтоб не легче было сформулировать как повысить энергию ребенка что поможет надо знать хорошо ребенка его темперамента его особенности его характер его предпочтение его интерес исходя из этого можно просто поддерживать его в определенном тонусе опять-таки мы уже говорили про то что ребенок должен обязательно гулять обязательно должны быть ежедневные игры с родителями дома без компьютера телефона планшета все должно быть отключено хотя бы 30 минут это очень важно и в это время быть полностью с ребенком сосредоточенным на нем все мысли отключить вы только с ребенком и ничего больше вокруг это важно для детей и обязательно какие-то спортивные занятия есть дети которые тоже обратите внимание некоторые дети когда пишут там ситуация смешку сейчас скажу у некоторых детей ведущий левый глаз а пишет правой рукой да они часто наклоняет голову когда пишут и здесь тоже могут возникать какие-то трудности в шейно-воротниковом отделе обратите на это внимание постоянной массажики стимулируем детей юмор и на занятиях люблю юмор я говорю так я мы все улыбаемся но делаем потому что все что запланировано на все должно быть сделано просто вот если видишь что ребенок устает постоянно стараешься стимулировать а юмор он хорошо нас пробуждает там хорошо помогает если в мете занятия для детей из других городов как они организованы я думаю что это лучше позвонить менеджеру не все спросить я думаю что у нас сейчас мы проводим такие занятия и не в будущем тоже будут такие занятия просто надо проконсультироваться чтобы вам объяснили все эти нюансы на усидчивость настольные игры но все настольные игры они требуют того чтобы ты был сосредоточен как бы включен и в принципе усидчивость она во всех настольных играх видна особенно если детям нравится тут скорее переключение внимания мы можем тренировать до чего сетчивость вот вот я говорила барабашка например игра да потом мы играем еще в игры прям так повылетали все названия и из головы быстро игры помню название как-то не всегда запоминается сейчас я продумаю из такой серии у нас есть игра москита мне тоже очень нравится там яблоко поднять надо например комару ударить если на карточке нарисован если пчелка на на пчелку посадить на цветочек и здесь очень хорошо тренируется переключение внимания но в основном во всех играх дети сосредоточены они сидят они просто не удерживают правила как бы так мне кажется больше на удержание правил чем на другое память концентрация на развитие памяти тут тоже смотря какой вид памяти если мы говорим о зрительной памяти то есть очень хорошие игры например сказки сундучок сказок очень хорошая игра можно самим просто игрушки расставлять ребенок должен запомнить какие были игрушки их убрать если мы говорим про слуха речевую память вы просто можете сами составлять списки слов и тренировать ребенку память здесь не обязательно какой-то конкретную игру покупать можно самим просто составлять посмотреть в интернете есть очень много упражнений не обязательно покупать спасибо большое лариса спасибо оксана прокрутить спасибо большое всем еще посмотреть не упустила ли я какой-то вопрос но мне почему-то не получается прокрутить не получается наверх вернуться лариса не смогла прокрутить вверх повторите пожалуйста название игр барабашка москита хорошая тоже игра тренирует хорошо просто название часто бывает вылетает так сразу с памяти играешь не всегда смотришь уже название этих игр на самом деле их очень много на удержание внимания очень хорошие игры на пространство например операция перехват или колобок следопыт они не только хороши для развития пространства логики да но они хорошо очень да но они еще хорошо тоже помогает удерживать программы и здесь очень хорошо видно как ребенок удерживает программы насколько ему бывает сложно с этим справиться здесь вот часто бывают какие капризы очень интересные бунты протесты но постепенно от этого уходим от всего еще обязательно учите детей не только выигрывать да но спокойно относиться к неудачам если что-то не получается мне например нравится в этом плане игра в подавки на когда ребенок как бы проигрывая выигрывает спокойно относиться я смеюсь всегда говорю о том что мы не роботы и мы не статуи мы можем ошибаться мы люди поэтому даже если ребенок изначально боится ошибки постепенно привыкать к тому что ошибок не стоит бояться это нормально мы допускаем ошибки мы просто тренируемся у нас не экзамен я думаю что вам сейчас ответят на вопрос по поводу записи запись как я понимаю будет просто позже всем спасибо спасибо за внимание спасибо за то что стараетесь помочь и понять своих детей понять бывает очень сложно до разобраться в том что на самом деле происходит и очень хорошо когда родители настроены на это и обязательно уделяйте внимание себе вы можете помочь своим детям только когда сами в тонусе поэтому ищите то что будет вас поддерживать за то что будет вас мотивировать и не пусть идет вас счастливыми будете вы счастливыми сможете научить этому и детей спасибо всего доброго